Ну не всё, не всё, не всё, в конце. Нет, всё, не всё. Наверное, начнём уже. Добрый день. Мы, как всегда, выдержали наши традиционные 15 минут, фактически выдержали. Вот, сегодня у нас будет такой доклад на стыке, я так понимаю, геометрии, анализа и математической физики, да, что, безусловно, характеризует самого докладчика, дорогой Армен Глебович Сергеев. Спасибо большое. И будет рассказ про адипатические пределы в уравнении в теории поля. Пожалуйста. Спасибо большое. Во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение, выступить на этом колокольчике. Я должен сказать, что оно уже последовало некоторое время назад, но всё мы никак не могли согласовать срок. Но, слава Богу, договорились в конечном итоге. Значит, я буду рассказывать о вещах, которые... Я бы на доске, да. Нет, это нормально, 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 нормально. Серёж, Серёж, не надо. Потому что я... Конец будет на этой самой... Я буду рассказывать об математическом пределе в уравнениях теории поля. На самом деле, то, что я буду рассказывать, оно справедливо, ну, для большинства уравнений калибровочной теории поля. Но я, большая часть доклада, я сосредоточусь на одном конкретном, но очень важном уравнении, уравнении Генцбурж-Ландава. И в силу его важности мне бы хотелось всё-таки объяснить, почему оно так важно для физики. И поэтому я начну с некоторых физических соображений, чтобы дальше было понятно, как оно применяется в теории физики. И как оно возникло вообще. Речь пойдёт о сверхпроводимости. Как вы знаете, большинство металлов и сплавов при очень низких температурах начинают вести себя, как сверхпроводники. Это означает, что ток начинает течь, течёт по ним практически без сопротивления. Согласно современной теории, которая была предложена Бардманом, Купером и Шрифером, и за что они получили Нобелевскую премию, вообще практически все имена, которые я буду называть, они все отмечены Нобелевским премием. Я говорю не к тому, что вот такие это самое, а вот насколько важным это было для физики. Кроме одного из-за многих русского, которого я не отмечу. Кого? Русские тоже будут фамилии, помимо Гезбурга, Латталбута, другие ещё, отмечены премиями. Но у всех, кого я буду называть, они все премиями отмечены, по крайней мере. Так вот, и согласно современной теории, оказывается, что при таких низких температурах, электронам, свободным электронам, которые, как говорится, не отвечают за электрический ток, становится энергетически выгодно объединяться в единые частицы, точнее кваси-частицы. Это частицы, которые называются пара Купера. Извините, пожалуйста, я имею в виду литоковую. Что? Литоковую имею в виду. Хорошо. Причём они объединяются таким образом, что их электрический заряд становится удвоенным, электрическим зарядом электронов, а спин становится нулевым. Тем самым, эти кваси-частицы являются бозонами, в отличие от стремённых электронов. И это объясняет, почему они могут свободно путешествовать по проводникам, не встречая сопротивления. Вот этот ток и является сверхпроводящим. Теперь давайте предположим, что у нас есть сверхпроводник, который я буду... Давайте я буду его обозначить для наглядности вот таким кубом. Это сверхпроводник, который находится в трёхмерном пространстве. Конечно, трудно себе представить, что сверхпроводник... Примерно, если сверхпроводимые техники движения электронов, а вот эти пары Купера... Сверхпроводящий ток, это ток, образованный парами Купера. То есть переносится не электрон, а вот такие... А переносится парами Купера, да. А потом они там могут... Вот сейчас я покажу, что с ним будет происходить потом, если нагреть сверхпроводник. Но я нагревать не буду. Я предположу, что он находится во внешнем магнитном поле H. И я буду увеличивать уровень этого магнитного поля. Значит, есть известный эффект, который является практическим критерием для определения сверхпроводимости. Эффект Майснера. Давайте я всякую фамилию все буду выписывать. Эффект Майснера, который состоит в том, что при сверхпроводимости магнитное поле не может проникать внутрь сверхпроводника. Оно оттуда выталкивается. Поэтому внутри сверхпроводника поле равно нулю. Теперь вот дальше, что будет происходить, если мы намеренно начнем разрушать эту сверхпроводимость. Можно повышать температуру, но так никто не делает, а повышает уровень магнитного поля. Это легче реализовать. Так вот, когда магнитное поле достигает некоторого критического значения, начинается пробой сверхпроводника, сверхпроводимость начинает разрушаться. Разрушается она следующим образом. Внутри, вот может быть лучше рисовать, внутри этого сверхпроводника появляются так называемые трубки тока. Внутри которых происходит разрушение сверхпроводимости. Как оно происходит? Эти трубки, во-первых, ориентированы по направлению магнитного поля, А в их центре, вот оси этих вот трубок, может быть надо даже и другим было цветом нарисовать, потому что они играют вот роль, специальную роль в дальнейшем. Это то, что называется, давайте я вам это тоже напишу, это называется абрикосовские цепи, нити. Абрикосовские нити. Вот вдоль этих нитей, вот они, эти абрикосовские нити, вдоль этих нитей проводимость уже нормальная. Вне этих нитей, но внутри трубок тока, она имеет смешанный характер. Присутствуют обе фазы, сверхпроводящие и нормальные. А вне трубок она сверхпроводящая сохраняется. Если мы будем продолжать наращивать уровень магнитного поля, то количество этих трубок диаметра растет. И после второго грекистического значения они заполняют весь сверхпроводник, превращая его в нормальный проводник. Так происходит разрушение сверхпроводимости. Пара Копера исчезает, остается только свободный электрон. Который уже, конечно, начинает испытывать сопротивление со стороны электронных решеток. Теперь, как описать эту ситуацию математически? Давайте поблагодарим себе описать эту ситуацию математически, что, собственно, и было сделано Гитлсброма-Ландам. Для этого мы сделаем вот что. Давайте, во-первых, рассмотрим идеализированную физическую задачу. Задача следующая. Мы представляем, что у нас сверхпроводник есть все R3. И всюду в ней есть, конечно, вот эти абрикосовские нити. Какие-то здесь какие-то абрикосовские нити. А в ней этих нитей везде проводимость имеет смешный характер. То есть присутствуют обе фазы. Тогда мы что-то сделаем. Давайте пересечем вот это вот. Да, я буду предполагать, что у меня координаты мне надо как-то ввести. Сейчас я это сделаю. Введем координаты в этом пространстве. Я буду координаты обозначать через X1, X2, X3. И буду считать, что магнитное поле внешнее направлено вдоль оси X3. А вот система координат, которая у меня будет здесь. Это вот система координат X3, X2 и X1. Тогда, если мы пересечем теперь наше магнитное поле вот этим плоскостью перпендикулярно направлению магнитного поля. Это будет плоскость с координатами X1, X2. То что у нас останется? У нас останется абрикосовских нитей, у нас осталась только точка пересечения. Таким образом, у нас есть плоскость, в которой есть отдельные точки. Так вот, что будет происходить внутри вот этой плоскости? Эта и есть ситуация, описывается как раз лагерджаном Гесбурландам. Давайте я его напишу сейчас. Сначала напишу, а потом буду его объяснять. Значит, сначала чисто формально напишу. А потом буду объяснять, что означает входящая в него переменная. Вот оно имеет такой вид. Значит, две переменных А и Фи. А это физически, это электромагнитный электропотенциал. Математически это просто У1-связность на Р2. Задаваемая, ну для тех, кому не нравятся слова У1-связность, это просто задается один формой такого вида. А1-дх1 плюс А2-дх2, где А1 и А2 это гладкие функции. Гладкие функции с чисто мнимыми значениями. Чисто мним, потому что У1 алгебра Ли есть, это И на Р, поэтому с чисто мнимыми значениями. Можно было бы, конечно, эту И вынести, но мне не хочется усложнять обозначение. ФА, который восходит сюда. ФА физически это электромагнитное поле. Электромагнитное поле. Математически это кривизна. Кривизна этой связности А. А А что-то получается раз? А это один форма. А вообще она определяется по А, да? А Аж это производная от А. Аж это производная от А, это поле. Аж это поле. Поле это потенциал. По потенциалу мы сейчас построим поле. Поле строится по стандартному рецепту, по стандартной формуле. А именно, это кривизнация связности, поэтому ФА есть просто ДА, внешнепроизводная А. То есть, на самом деле, она записывается в таком виде. Ижи от единицы, ну в данном случае от единицы до двух. Ф и Ж, ДХ и ДХ и ДХ, где Ф и Ж, где Ф и Ж по стандартному образом вычисляются. Это производная, такая комбинация производных. Здесь ДЖ, это просто Д по ДХ. Слушай, ну вот эти пункции А1, А2, отдаются же? Они заданы. Это переменные. Точнее, мы их будем искать. Из уравнений мы их будем искать. Мы их будем искать из уравнений. Физически можно считать, что они заданы. Но мы-то хотим из уравнений их написать. Значит, так что здесь всего один след. Вот здесь вот. Ф1, 2. Ну и Ф2, 1, который там минус Ф1, 2. Это вот первый параметр. Значит, то, что стоит здесь, модуль Фа в квадрате, это логережиан электромагнитного поля. То есть, иначе говоря, это просто логережиан Максвелла, который физикам прекрасно известен. Может, математикам не всем, но физикам-то все его знают. Это логережиан Максвелла, который включает и напряженность электрического поля, и напряженность магнитного поля. Это вот что касается первой переменной. Теперь вторая переменная. Давайте я вот здесь буду писать, чтобы далеко не отходить. Значит, я рассказал первый член, который является совершенно стандартным. Во втором члене ДАФИ, вторая переменная это ФИ. ФИ это то, что называется, как физики называют это, поле Хиггса. Математически это просто ФИ, это комплекснозначная функция. ФИ1 плюс ИФИ2. Гладкая комплекснозначная функция в этом случае. Вот это квариантная производная, которая здесь стоит, квариантная производная этого поля, это есть обычная квариантная производная. Обычная, что значит? Это берется ДИТ плюс АИТ, это коэффициент вот этой А формы. И здесь ФИ, ДХИ, обычная квариантная производная, которая стоит здесь. И этот член, который вот здесь стоит, вот этот член, модуль ДАФИ, это член, который отвечает, описывает, отвечает, давайте просто напишем так, отвечает, за взаимодействие электромагнитного поля, сговорим этим потенциалом. Со скалярным полем ФИ. ФИ это скалярное поле. Другое название для него, помимо поля Хиггса, еще называется со скалярным полем ФИ. Этот член тоже совершенно стандартный, так сказать, с точки зрения, для физиков, он совершенно стандартный. И так, как говорится, тут ничего удивительного в этом члене нету, для физиков. Теперь давайте. ФИ это, да, я вам надо было сказать, я об этом не сказал, правильно, правильно. В сверхпроводимости. В сверхпроводимости. ФИ это, давайте, нет, надо где-то отдельно писать, давайте я в другом месте напишу. Это важно. Спасибо, что вы спросили, я просто забыл про это сказать. ФИ это волновая функция пар Купера. Волновая функция в обычном смысле, но мы не в квантере сюда находимся, но тем не менее, так принято называть. ФИ это волновая функция пар Купера, то есть, причем, давайте так, причем. Модуль ФИ равняется единице, это отвечает чистой сверхпроводимости. То есть, если модуль ФИ равняется единице, это чистая сверхпроводимость. В этих точках имеется чистая сверхпроводимость. Отвечает чистой сверхпроводимости. А ФИ равно нулю, понятно, что ФИ равно нулю отвечает отсутствию сверхпроводимости. Отвечает нормальную, отвечает ее отсутствию. То есть, этим нитем Абрикольцевым, да? Да. Значит, нули ФИ, это как раз точки, где дити пробивают нашу плоскость, это как раз нули этой функции. То есть, нули ФИ были бы не привозят, а двоим дискретным множеством? А это автоматически получается, потому что мы же, они направлены вдоль магнитного поля, а мы сечем с предпрегулярной плоскостью. Так что автоматически только точки остаются. Ну, в этом и суть состоит, для чего надо было сечь иначе. Для этого секли, чтобы, как говорится, упростить задачу. Так, вот самый важный член, самый важный член, который здесь есть, это последний член. Лянда деленная на 4, единица минус модуль ФИ квадрат в квадрате. Физики говорят такие слова. Ну, а это член, отвечающий за самодействие поля ФИ. Ну, математически, физический смысл этого члена, на самом деле, это вот эта вот лямда, которая стоит здесь. Значит, давайте, для того, чтобы ввести физический смысл, я должен ввести еще одно понятие. Лямда это константы положительные. Лямда положительные константы. Это, на самом деле, единственная константа, которая осталась, потому что тут не надо думать, что если вы возьмете, откроете книжку Ландау Лившица, то вы найдете там сразу это. Там куча разных коэффициентов, из них комбинация получается, при определенных условиях остается всего один коэффициент. Я, естественно, все это упростил и оставил только один этот коэффициент, лямб, безразмерный. Значит, да? Модуль ФИ не может быть больше единицы, сейчас будет ясно, почему. Модуль ФИ не может быть больше единицы, сейчас это будет видно. Когда я напишу Лагернджан, ну, собственно, здесь уже написано, видите, вот не зря тут стоит единица, она минуту модуль ФИ в квадрате. Она не зря стоит. На самом деле, это теорема уже, может доказать теорему, что модуль ФИ... Что же это? Модуль ФИ всегда меньше единицы. Это утверждение уже чисто математическое. Когда будет написано, когда я вот напишу вот эти самые потенциальные энергии и конечность, то модуль ФИ всегда меньше единицы. Строго меньше. То есть физическая какая-то? Это? Это конечность, конечность энергии, конечность энергии, конечность энергии, да. Я вот прежде всего, я еще написал энергию, поэтому не хочу сейчас пока это обсуждать. Что? Порог единицы. Порог единицы. Модуль ФИ не может быть больше единицы, но это уже утвердение, которое доказывается. А приемовременно оно не докладывается, это доказывается. А еще вот эти модули, это по точке берет? По точке, по точке, в каждой точке. Это лагеринжан. Лагеринжан это такая функция, которая если ее проинтегрирует, получим энергию. Это функция. Этот лагеринжан не открывается, или кинетический? Кинетический нет. Мы находимся в статическом. Сейчас мы рассматриваем статический случай. Время потом появится, и появится кинетическая энергия. Пока никакой кинетической энергии нет. Вообще пока энергии нет, я еще пока ничего не написал. Кинетической энергии нет. Будет сейчас, через минуту я ее уведу, но пока не ждем. Для того, чтобы объяснить, что я буду дальше говорить, давайте рассмотрим поведение. Давайте, может, это уже можно уничтожить? Эта картинка хорошая, конечно, но придется ее уничтожить. Давайте рассмотрим поведение в окрестности нуля. Пусть это есть точка φ равна нулю. Давайте представим φ в виде полярной формы, роги в степени θ. Тогда оказывается, что в окрестности нуля, если мы рассмотрим векторное поле V, которое есть градиент от θ, то оно будет вести себя, как поведение будет очень похоже этого векторного поля на вихрь. Гидродинамический обычный вихрь. Ну, не обязательно один раз окружает, может и несколько раз накрутиться, может и в другую сторону накрутиться. Но во всяком случае очень похож на вихрь гидродинамический. Поэтому решения нашей модели будут называться вихрями. Пока все на физическом уровне, я пока математических определений еще не дал. И значит, решение нашей модели это вихри. Ну, иногда их называют вихрики из Бургландама. Так вот оказывается, что вот этот член лямбда отвечает за взаимодействие вихрей. Если лямбда меньше единицы, тогда вихри притягиваются. Если лямбда меньше единицы, строго, тогда отталкиваются. Лямбда меньше единицы, притягиваются. Почему? А, больше. Здесь, правильно, правильно. Здесь, здесь. Все правильно. Спасибо. Критический случай лямбда равно единице, тогда не взаимодействует. И поэтому, исходя из физических соображений, мы можем ожидать, что раз вихрь не взаимодействует, любая конфигурация вихрей, то есть нулей функции φ, будет возможна в нашей задаче. Ну так, из общих соображений. Поэтому в дальнейшем, и этот случай, конечно, математически наиболее интересен, потому что наибольшее количество конфигураций возможно. Поэтому в дальнейшем лямбда равно единице. С точки зрения физики бессмысленные условия, с точки зрения математики зато очень хорошее, правильное. Так, вот, значит, я рассказал немножко о физической стороне этого дела. Теперь давайте перейдем к математике. Значит, я рассказал, значит, у меня здесь будет стоять одна четвертая. И я буду периодически возвращаться к этой формулы, которую я бы хотел сохранить. То есть я рассказал физический смысл всех шлеймов. Собственно, Генбулу, Ландау ввели вот этот шлен, этот шлен наиболее интересный. Остальные, в общем, для физиков, по крайней мере, три варианта были, я так кажется. Ага, теперь давайте поговорим о математике. Значит, во-первых, введем потенциальную энергию. Меня уже пытались мне диктовать определение. Давайте я его сейчас напишу. То есть потенциальную энергию в нашей системе, пока у нас никакого времени нет, я еще раз подчеркиваю. Пока ситуация статическая. Это есть 1-2 интегралы по всему пространству от Лагенжиана. И мы будем всегда предполагать, что она конечная. Это условие всегда будет накладываться. Тогда, если это конечное, то видно, что вот это должно быть конечное. Это означает, что из условия, что нужно наложить условие, давайте так, сейчас мы его наложим. Нужно наложить условие. Модуль фи стремится к единице, при модуль х, стремящемся к бесконечности. Тогда уже можно будет доказать, что модуль фи должен быть... Потому что нулит он принимает, значит, нулит он принимает. Значит, можно уже доказать, что он все будет строго меньше единицы по моду. Физически оно означает... Физически оно означает, что на бесконечности имеется чистая сверхпроводимость. Это вот идеализация нашей задачи. Помните, когда Куб нарисовал, там вне трубок была, только всюду внутри трубок была. Здесь идеализированная ситуация. Сверхпроводимость есть только на бесконечности, а в остальном она смешанная. Отсюда следует, что в нашей задаче есть топологический инвариант. Есть топологический инвариант. Задаваемый числом вращения. Отображение такого. Это отображение фи. Мы рассматриваем это отображение на кругах достаточно большого радиуса. Тогда из того, что модульфистременческие единицы на бесконечности вытекает, что это какие-то отображаются в какие-то множества, которые топологически есть опять окружность. Значит, у нас есть отображение из окружности в окружность, и такое отображение обладает числом вращения, инвариантом, который считает, сколько раз окружность в области определения накрывает окружность в образе, с учетом, естественно, ориентации. Так что это целое число. Я его буду обозначать через D. И теперь я могу уже математически сформулировать, что такое вихрь. Пока я, как говорится, только физически пытался объяснить, что такое вихрь. Давайте математически это определим. Что сейчас? Именно связано. Именно связано. Это есть алгебраическое число нулей. Алгебраическое число нулей и φ. Алгебраическое значит, что что там ориентации нужно считать. А φ не может в ноль на линии обращаться? Куда? На линии она не может в ноль обращаться? Нет, только отдельные точки. Абстрактно можно. А какие функции типа? Это функции типа гламорфных, поэтому не можно. Про них же не говорили. Нет, не говорили, это из уравнение сейчас будет вытекать. Как твоя рука, это не вверх. Это естественно, не будет активность блоков. Нет, нет, линии не будет. В точках только будут точки, а теперь изолируемые нули. Изолируемые нули. Я это, как говорится, не все тут доказываю. На самом деле тут все уже строго доказано. Так что точно. Итак, математически. Математически. Вихри. Ну вот вихри Гинзбург-Ландару. Я уж так про них буду говорить. Это пары. А φ. Минимизирующие. Минимизирующие потенциальную энергию. Вот афи, которая все время предполагается, еще раз напоминаю, конечной. В задовом топологическом классе. Выделяемым. Значением d. Вот это уже математическое определение, что такое вихри. Локальные минимумы. Ну, минимум в задовом топологическом классе, это означает, что они локальные. Если, если d больше нуля, то такие вихри называют, то они называются d-вихрами. Если d меньше нуля, то, ну, модуль d я поставлю, чтобы было положительное число антивихрами. Ну, раз у нас есть функционал, то мы можем поставить вообще задачу на экстремию. У нас есть функционал, заданный в достаточно явном виде. Мы можем написать уравнение Эверон-Лагранж для этого функционала и дальше решать. Но решать трудно. Решать трудно эти уравнения. И до сих пор, в общем, полного анализа их нету на самом деле. Но гораздо легче, наверное, находить минимумы. А потом я скажу, какой был результат про общие критические точки. Для минимумов можно написать уравнение. И уравнение довольно простое. d чертой а фи равняется нулю. Я пишу уравнение для минимума. А здесь, по-моему, и здесь стоит f1,2. Это вот тот самый единственный коэффициент, который, кривизный, который был отлично, нуля, f1,2. Равняется... Так, мне же это надо смотреть, потому что, конечно, я не все числа помню. По-моему, 1,2 это... Так, кажется, 1,2. 1,2 единица минус модуль фи в квадрате. Вот такие уравнения. Где d чертой а? Я должен объяснить, что такое. d чертой а, это есть обычный оператор d чертой. То есть, производная паза с чертой плюс а. Нужно взять нашу а, записать ее в виде а1,0, а1,0, d z плюс а0,1, d z чертой. И вот здесь надо взять вот эту а0,1 компоненту. То есть, это, так сказать, ковариантный уравнение Кошери. Довольно простое уравнение. А второе уравнение нелинейное, и вся нелинейница позагнали сюда. Нелинейность здесь примерно того же типа, что и в уравнениях Эйлера гидродинамических. На самом деле, существуют очень глубокие параллели между тем, что я рассказывал, и гидродинамикой обычной. Но в то же время есть и существенная разница. Я потом, может быть, скажу об этом. Одной из главных черт вот этих уравнений и нашего потенциала, давайте вот это я сейчас уберу, одной характеристической особенностью этих уравнений, я их буду называть просто вихревые уравнения на краткости, является, является их инвариантность, их инвариантность, и инвариантность, и инвариантность у АТАФИ, потенциальной аллергии, относительно бесконечно мерной группы. И это создает специфику задачи. Как всегда, в калибровочной теории поля есть некоторая группа, а именно группа калибровочных преобразований, действующая на решениях и, соответственно, и на всем, что у нас есть. А калибровочные преобразования имеют такой вид. Если мы А заменим на А плюс ИДХИ, АФИ заменим на Е в степени минус ИХИФИ, где ХИ произвольная гладкая вещественно-значная функция, то можно проверить, что и уравнения эти не изменятся, и УАТАФИ не изменится. С точки зрения физики, вообще эти преобразования, так сказать, мало что значат. Почему? Потому что главное, что у нас есть, это вот этот вот, Лагранжан. Лагранжан не меняется. Нули, ясно, что не двигаются, а нули, это главный, так сказать, элемент нашей конструкции. Видно, что нули при этом не будут двигаться, потому что вот она, мы только фазу меняем, УФИ, и кривизна не меняется, потому что мы добавили дифференциал от чего-то, кривизна не изменилась. А это и есть главные физические параметры. Поэтому нас на самом деле не интересуют все решения этих уравнений. Нас интересует пространство модулей. Давайте я сейчас напишу, что такое пространство модулей. Вот это я, пожалуй, оставлю потенциально. Значит, нас интересует пространство модулей. Давайте я теперь буду все время говорить про d больше нуля. Ну ладно, сейчас я напишу. Значит, пространство модулей d вихрей. d вихрей. Это то, что нас больше всего интересует. По определению, это вот такое, я буду обозначать вот такое рукописное md. По определению, это означает, что это решение, это d вихрей, то есть решение наших вот этих уравнений. С конечной энергией, конечно. Вот, АФИ, конечная. Ну, это минимум, поэтому, конечно, конечно. По модулей калибровочных преобразований. Вот, что нас интересует. Нам интересно именно это пространство. Оказывается, что это пространство, собственно говоря, была очень большая борьба и физиков, и математиков за описание этого пространства. И конечный шаг, вот тут и Вайнберг участвовал в этом, на березкилурет, на некоторой этапе. А окончательный результат был получен Тауксом. Окончательный, с точки зрения математики, по крайней мере. А именно результат такой. Сейчас я его сформулирую. Который дает описание этого пространства модулей. Итак, теорема Таукса. Я буду все время рассматривать случай d больше нуля, потому что в случае d меньше нуля, там, каким-то сопряжением одно из другого получается, в общем. Для любого, да, или тем, как я это сформулирую, надо вот что сказать. Я отождествляю теперь. Давайте введем комплексную координату. Введем комплексную координату. на R2, X1, X2. Отождествив его с комплексной прямой, равенную координату Z. Где Z? Есть X1 плюс X2. Так, теперь я буду все в комплексных терминах излагать. Теорема Таукса утверждает следующее. Для любого упорядоченного набора... Не упорядоченного набора. Набора Z1, ZK. Точек на комплексной плоскости. Взятых с кратностями. Так что они по парту различны, мы здесь предполагаем. Взятых с кратностями. D1 и так далее, DK. Такими, что сумма всех этих DG равняется D, а D это наш как раз вихревое число. Мы описываем как раз D пространство D-вихрей. Существует единственная с точностью докалибровки докалибровочных преобразований D-вихревое решение Афи. То есть решение от уравнения, которое я только что стер. Такое, что нули Фи совпадают в точности с Z1, ZK С теми же кратностями С теми же кратностями D1, DK Они не аналитические функции Фи Потому что они удовлетворяют только D с чертой Афи D с чертой Афи Но они очень близки к аналитическому Это почти аналитические функции То есть это какая-то экспонент, умноженная на аналитическую функцию На гламуртную То есть Фи ведет себя очень похоже на гламуртную функцию Но она все-таки отличается от гламуртной функции с точки, какой там экспонент Это экспонент умноженной гламуртной функции Так что нули у нее такие, как у гламуртной функции Более того Более того Таус доказал Что любая критическая точка Что любая Критическая точка Любой экстрем Критическая точка У Афи С конечной энергией Калибровочно эквивалентна К некоторому Девихаю Так что очень интересная задача Вообще-то уравнение Лагранжа Это уравнение второго порядка Для этого самого Для его потенциала У Афи А мы здесь говорим только о минимумах Но в этой задаче других нет Есть только локальный минимум Нет критических точек Это такое уникальное свойство Вот этой задачи Оно связано с двумерностью Рассматриваемой задачи И в трехмерном случае Уже таких не будет Как правило такого не бывает Но в двумерии такое случается Все решения это минимум Антивихри я про них не говорил Они отпускают роду такое же описание Потому что антивихри Получаются из вихрей Каким-то там комплексным сопряжением Поэтому я про них не говорю Ну там будет да Разница будет вот в этом Вы правы Сопряженная может минус первая где-то Я сейчас не помню точно Но в общем это уже тривиально Тогда из этой истеоремы Толпса Сразу вытекает Давайте придется Наверное здесь Здесь не хочется Из теоремы Толпса Следует Что МД Изоможно Просто демерном комплексном векторном пространстве То есть оказывается очень простым Почему это так? Поскольку Поскольку Любому Д вихрю Поскольку любому Д вихрю Можно сопоставить Можно сопоставить полином Полином Со старшим коэффициентом единицы И нулями в заданных точках И нулями В заданном дивизоре То есть В заданных точках С заданными кратностями В заданных точках С соответствующими кратностями Ну а множество таких полиномов Это понятно что демерная векторная пространство Значит с точки зрения Так сказать топологии Оно древиальное Это просто демерное Комплексное векторное пространство Но главное конечно Тут не топология А будет А будет метрика На этом пространстве Изометрику будем отдельно говорить Пока вот я рассказал Пока я рассказал То что известно про статический случай Про вихри Статические решения вот этих уравнений Локальные минимумы нашей потенциальной энергии Теперь Да А полином уже Мы берем полином Симметрическая степень Симметрическая степень плоскости МД Это симметрическая степень Вемерной плоскости То есть сцепь в цепени Что же это? Фактически Одно и тоже, конечно Я хочу сказать, что на самом деле Мы находимся, конечно, на компактном Мы находимся, конечно, на ремонтной сфере Потому что фактически в бесконечности Мы На самом деле теория, которую я сейчас рассказал Я рассказал теорию на комплексной плоскости Для простоты Теория построена на любой компактной ремонтной поверхности Но там есть своя специфика Все-таки Там есть своя специфика Потому что здесь все-таки нужно компатифицировать Эту комплексную плоскость И компатифицировать можно по-разному Кратности? Я считаю, что кратность всегда положительная Положительное целое число Нет, у меня же д больше нуля Это хорошо, что вы задали этот вопрос Потому что здесь стоит сказать Теорема Есть аналогичное утверждение Что любые критические точки Даже если мы не фиксируем, что д положительно То краепрошный эквивалент Либо д-вихр, либо д-антивихр Это означает, что Решения всегда устроены так Это либо несколько д-вихр Несколько вихрей Либо несколько антивихрей Они не могут смешиваться друг с другом Потому что это статическая задача Такие решения должны были аннигилировать До того, как установилась статика В статике таких решений Других решений не бывает Нельзя взять решение вихрь и антивихрь Они должны были, как говорится До того, как ситуация стабилизировалась Они уже должны были аннигилировать Но это математический результат Но он имеет очень четкий физический смысл Так что здесь все Да и это направление Все же положительное трамп Смешно для любых Даже в моменте Кратности адреса это положительное, правильно? Нет, здесь я Только положительное Только положительное Я вот еще раз говорю Они все либо положительные Либо все отрицательные Ну и физический смысл Я в связи физически это понял Но это математическое утверждение Строгое математическое утверждение Теперь давайте Я рассказал про статическую задачу Давайте теперь включим время Включим время в наших задачах Статическая задача, как я уже сказал Полностью решена По крайней мере в этом статическом случае Когда леонтажная единица Все полностью описано Давайте теперь Давайте теперь А вот вы сказали А там как там Единственность или Там как Эти уравнения Всегда разрешены Нужны условия разрешенности Вот эти уравнения Которые я выписывал Уравнения те же самые Фактически Ну тут надо аккуратно написать Там Какое-то расстояние И так далее Но я про это не говорю Вот эти Здесь Ф1,2 Равняется 1,2 Единица Минус модуль 6 квадратов Эти уравнения Не всегда разрешимы Потому что Если мы проинтегрируем Если мы проинтегрируем Кривизну То по формуле Гаусса Банна Мы сразу получим ограничение Так Поэтому Здесь Нужны необходимые условия Разрешенности Если их наложить То дальше Все точно так же Единственность И симметрическая степень Получится Римная поверхность Все точно так же Не знаю Где-то там сидит По формировкам Его нет Так Эффективный дивизор Все равно Эффективный дивизор Да Конечно Конечно Нет В общем Можно сказать Что статичный случай Нет 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 Да А там возникают ограничения За счет того Что можно проинтегрировать Уравнение И получить данные Ну понятно Любой Любой набор Главное Вот это Чтобы было Значит Может быть Два вихра В одной точке Может быть Два вихра Вот таких Как угодно А это может Двойный вихрь Пожалуйста Рокодицы Нет Я по поводу Симметрической степени Сам понимаешь Что размерности Потеряется Числом Та Ну Нет Не порядка Все точки берутся Все берутся Все точки Это вопрос Который задавался Все точки берутся Если д очень большое Отношение к роду То конечно Это будет Да Вот Давайте теперь включим В нашей задаче Время Х нулевое Т Включим В нашей ситуации В нашей задаче Время Тогда что произойдет Фи Тогда по прежнему Будет комплексно-значная функция Но будет функция Теперь такой Это будет функция Зависящая от времени От х1 и х2 По прежнему Комплексно-значная Гладкая функция А что произойдет С формой А Форма А Заменится на такую форму Вот Я ее обозначу Такое А Рукописная Это Появятся компоненты Относительно времени Дополнительно И те компоненты Которые были раньше Дх1 Плюс А2 Дх2 Кенетическая энергия Останется той же самой Что и раньше То есть У от А Фи Сдается той же формулы Что и раньше И более того Она зависит только Давайте я это обозначу так Я обозначу это Временную компонент Вот это временная компонента Через А0 Сверху Плюс А прямое Это вот эта компонент Это пространственная компонент Так вот У зависит только От пространственной компонента Поэтому Кенетическая энергия Никак не изменилась Но теперь появилась Кенетическая энергия Как мне уже спрашивали Про кенетическую энергию А теперь она у нас уже есть Кенетическая энергия Задает такой формулы Здесь я уже должен писать А круглая Одна вторая Интеграл А здесь будет стоять Значит Я напомню Что кенетическая Конецциальная энергия У нас записывалась Как интеграл От Лагережиана Гинбурга-Ландау Кенетическая энергия Будет оставаться Очень похожей формулой Да Вот я стер Элиотофидер Восстановить надо Это модули Фа в квадрате Плюс модуль Дфи в квадрате Плюс Одна четвертая Единица Мерус модуль Фи в квадрат В квадрате Теперь Теперь Афи Это уже функция От чего? От Т Да Здесь А0 А1 и А2 Уже зависят от Т От X1 Афи Это тоже функция На трехмерном пространстве Функция на трехмерном пространстве Функция на трехмерном пространстве Значит Здесь действительно Надо было где-то это сказать Где Аиты Амьютилу Уже я теперь буду писать Потому что здесь Нулевая компонента есть Это и есть Амю От X1 От Т X1 Это по-прежнему Чисто мнимые функции Гладкие чисто мнимые функции Итак То есть у То есть у То что интеграл По пространстве Независит от момента времени Это никакой Благодарю Ну просто из формула вытекает То есть у нас Практически То есть у нас Практически ту же самую формула В которой будут как раз входить Значит Формула будет такая Модуль Это выражение для кинетической энергии Значит Где по-прежнему Ф0Ж По-прежнему Это Д0АЖ Минус ДЖА0 Где Д0 Это производная по времени ДА0 Это вот что такое Это Д ДФИ Д0ФИ Простите Д0ФИ Плюс А0 ФИ ДТ А других То есть фактически Она содержит Те же самые члены В которые входили сюда Но те В которые входят Производная по времени Видите Из этого члена Выше Появились вот эти Из этого члена Осталось только вот это Где производная Входит по времени А из этого члена А из этого члена Вообще убрался Поскольку в нем Нет производной по времени Так что формула Почти такая же Так Теперь что же будет Что же будет руководить Задачей Что же является Главным функционалом В этой задаче Ну раз у нас есть время То это должно быть действие Так вот Как выглядит действие Гезбуро-Лангал Она задается Стандартным образом Действие С от Афи Да Округлые надо писать Вернее Сдается Формулой Стандартной формулой Раз у нас есть Кинетическая энергия И потенциальная То задается Стандартной формулой Это интеграм У времени В течение Какого-то промежутка Времени А здесь функция Лагранжа Стоит Т от Афи Минус У от Афи ДТ И оно предлагает Все видно Конечно Действие Ну и теперь Задача свелась К чему Теперь мы должны Написать уравнение Элли-Лагранжа Для этого функционала Уравнение Элли-Лагранжа Имеет Какой-то Вот такой вот Я так условно Их напишу Расписывать я их не хочу Потому что Это довольно Сложная система Делинейных уравнений Скажу только Что они Эти системы Имеет гипербонический тип Там она Из четырех уравнений Состоит И главное Здесь уравнение Это нелинейное Волновое уравнение И линейное Это Ламбертиан Что-то такого типа Я объяснять не буду Просто напишу Набло А Ф Уравняется Фи На единицами С модусом Что в таком духе А идея Это вариант На это Ламбертиан В общем не важно Давайте я лучше Не буду морозить голову В общем Это довольно сложная Система Гиперболических уравнений Арман А заряд в электрическом поле Ведь там есть еще Потенциальная энергия Входит Слагаемая Е на А На Фи Да А здесь Нету Почему нету Пары заряжены Почему нету Все есть Потенциальная энергия В это а не входит А ноль не входит А ноль не входит Производная панель не входит Да А где тут заряд А где тут заряд А где тут заряд А где заряд Это же гладкий режим А Фи Это гладкое решение Это поле Что играет роль заряда Здесь есть только вихры Здесь нет заряда Здесь вихрь есть Здесь вихрь В этом все основные В этом вихре Это теория В которой вихрь играет роль Электрическое Это магнитное поле Куперская пара Куперская пара Заряжена Заряжена Значит заряд В электрическом поле Должно быть Взаимодействие К просто электрическом поле С заряженным А где Нужно мировой линии Вить ввиду А я знаю Какое взаимодействие Д А Фи есть Д А Фи есть Взаимодействие Правильно Эти уравнения Я вам только скажу Что эти уравнения По-прежнему инвариантны По-прежнему Инвариантны Относительно Вот теперь уже Динамических Калибровочных преобразований Динамических Калибровочных преобразований Сдаваем их Той же формулой Что и раньше А переходит В А Плюс ИТ Фи Фи Переходит В Е степени Минус ИХи На Фи Где Хи? Теперь уже Функция зависящая От трех переменных Произвольная функция Зависящая от Х1, Х2 и Т Поэтому мы их называем Калибровочным преобразованием И мы опять Заинтересованы В пространстве Пространством модулей Динамических решений Которые есть Вот что такое Это динамические Решения Уравнения Вот эти уравнения Мы будем называть Уравнения Гитлс-Богаландау Динамические Динамические Уравнения Гитлс-Богаландау Итак Решение Уравнения Гитлс-Богаландау По модулю Динамических Калибровочных Преобразований И мы конечно Хотим решить Ту же самую задачу Мы хотим Описать Это пространство Я могу сказать Что эта задача Совершенно безнадежная По крайней мере На данный момент Она выглядит Совершенно безнадежно Но Мы попытаемся Описать Большие классы Этих решений Причем приближенных Сейчас я вам расскажу Как это делается Задача описания Полного пространства Решения Очень далека От решений Непонятно Как не подступиться Давайте Вот это я сейчас Уберу уже Для того Чтобы исследовать Для того Чтобы исследовать Динамические решения Выберем Вот это важный момент Выберем Калибровочную функцию Хи От тх1х2 Так чтобы убить Так чтобы убить Эту самую Временную Временную Составляющую И всегда можем Подобрать так Функцию хи Калибровочную Чтобы убить Вот этот первый член Это называется Временная калибровка Ну кто как Может называет А я называю Временная калибровка И не только я А еще и другие Некоторые люди Ну не важно как назвать Важно чтобы Смысл понять После этого Мы уже конечно Не можем использовать Мы зафиксировали калибровку То есть по тему Уже все У нас зафиксировано Я отмечу только Отмечу только Что у нас остается Еще свобода Что у нас остается Калибровочная свобода Калибровочная свобода Относительно статически Калибровочных Преобразований Мы еще можем Менять статическую Калибровку Мы времени можем трогать Потому что мы уже Использовали свободу По времени Но по x1 и x2 У нас еще осталась Свобода В этой калибровке Вот для чего Это выводилась Эта калибровка Для чего она вообще Нужна В этой калибровке Динамическое решение Задается траекторией Такого вида Гамма Я буду обозначать Эту траекторию Все время По t Это вот такая пара А от t Фьёльты Где t входит Уже как параметр Потому что по нему Нет дифференцирования Это просто параметр Где вот это вот Обозначение Квадрата в скобках Означает Класс Класс пара Афи Относительно Статических Калибровочных Преобразований Таким образом У нас теперь Задача К чему сводится Что это за Что это такая за траектория Давайте сейчас Ее нарисую Что это траектория Мы сейчас будем изучать Эту траекторию И попытаемся их описать По крайней мере Некоторые классы Таких траекторий Эта траектория Лежит В так называемом Конфигурационном пространстве Которые я обозначаю Через НД Это вот что такое Это пары Пары Афи С конечной энергии Потенциальной И вихревым числом Д Но не вихревым числом Не вихревым числом Поскольку траектория Непрерывная То число фиксировано Вихревое И вихревым числом Д По модулю Статических Калибровочных Преобразований Это пространство Вообще говоря Мы про него мало что знаем Про это пространство Это очень большое Оно конечно бесконечно мерное Пространство Но ему удобно изображать Я буду все время Изображать его в таком виде В виде такого вот оврага Давайте я буду Рисовать такой овраг Это удобная такая Интерпретация Механическая Для интуиции удобная Это вот овраг Который вообще говоря Бесконечно мерный Стенки Стенки Само НД Это овраг С такими стенками Вот здесь Лежит пространство Статических решений Потому что статические решения Конечно сюда входят И это конечно мерное Многообразие Это просто мерное Электронное пространство А траектория тогда Это что такое траектория Траектория это вот Некоторая Некоторая траектория Которая Я буду обозначать Гаммонг Которая Можно себе представлять Так вот Чтобы опять Использоваться Механической аналогией Считайте что у нас Есть просто маленький Шарик Который катается По стенкам Катается по стенкам Этого Бесконечно мерного Вот этого Оврага Этот шарик Может конечно И попадать И на пространство Статических вихрей Но останется не может Потому что у него Была изначально У него была Кинетическая энергия Он должен выскочить Опять Наверх Ну а чем меньше Кинетическая энергия Тем ближе он Тем ближе он располагается Вот еще одна гамма У нас Тем ближе он располагается К этому самому К дну этого оврага И когда Кинетическая энергия Обращается в нуль Он превращается в точку Статическое решение Диаметическое решение Превращается в статическое решение А кинетическая энергия У него равна нулю И поэтому Его энергия Совпадается Энергией Потенциальной энергии Вот этого дела А она минимум Потенциальная энергия Минимум Давайте так Давайте так Нет? Не согласен? Нет Я сказал Что если кинетическая энергия Стремится к нулю То он превращается То он превращается в точку Это следствие того Которого мы минимизируем Это решение Диамическое решение У которого Кинетическая энергия Равно нулю Значит оно уже становится Минимумом Или критическим Значением потенциальной энергии Критическим значением Потенциальной энергии И только минимум Волокание Поэтому оно будет Должно точкой Лежать Целые 7 месяцев Но это точки Лежащие здесь Я говорю Что он в какую-то точку Обратится Непонятно? Вы хотите Что он крутился По этому самому? Если он будет Двигать эти самые точки И будет Преформироваться Это самое решение Которое будет Терендаус Да Это будет Деряться Примером Динамического решения Если что? То вы можете Движение Точек Это не есть Динамического решения Динамического решения Сейчас я вот Давайте я сейчас Это решение Это критические значения Вот этого Я уже стер Это решение Уравнение Немного Грамма То есть По факту Что он не будет Уменим Если он не постоянно Не будет Уменим А если постоянно То уже Уменим Значит Давайте Предположим Что у нас Есть целое Семейство Вот этих Семейство Таких Динамических решений Сдавая Вот этими Траекториями Гамма и Эпсилон Такие Что генетическая Энергия Это вот Гамма и Эпсилон Это Т А Эпсилон Т Фи Эпсилон Т Пусть у нас Есть семейство Динамических решений С конечной Кинетической Энергией Более того С кинетической Энергией По определению Это и есть Интеграл По времени Вот От вот этого Гамма и Эпсилона Т ДТ Сейчас Неправильно Я написал Гамма и Эпсилон С точкой В квадрате ДТ И мы будем Предполагать Что оно Пропорционально Эпсилон Если Эпсилон С тренецкую Люду Как я уже Объяснил Если мы Просто Перейдем К пределу Мы получим Точки Просто Это решение С нулевой Кинетической Энергии Решение Нашего Уравнения С кинетической Энергии Что Мне очень Интересно Из этого Ничего Не извлечем Но Дальше Следующий Такой Трюк Делается Давайте Ведем На траектории Гамма и Эпсилон Ведем Медленное Время Медленное Время На Гамма Эпсилон Которое По определению Есть там Которое Есть Эпсилон На Что Это Означает Мы Меняем Курометризацию Кривой Что Это Означает Чем ближе Мы Идем Сюда Тем Медленнее Начинает Двигаться Шарик Медленнее Двигается Но Если Мы Замедлим Время То Как бы Медленное Он Двигался Он Все равно Будет Пробегать Некоторую Вполне Протяженную Отрезок Кривой И В пределе Мы Получим Здесь Уже Не Точку А В пределе Этих Масштабированных Траекторий А Получим Некоторую Кривую Гамма Это То Что Вы Хотели Кривую Которая Состоит Из Наборов Точек Потому Что Медленнее Состоит Из Наборов Точек Кривую Состоящую Из Наборов Точек Вот Этот Предел Я Объясняю Это На физическом Уровне Но Это Совершенно Строгие Вещи Сейчас Уровне Строгие Вещи Все Это Строго Доказано Такой Предел Называется Адеопатическим В этом Пределе Исходное Уравнение Кисбур-Ландаву Редуцируется Лучше Сказать Редуцируется К Адеопатическим К некоторым Адеопатическим Уравнениям На Вот Этом МД Решениями Которых Являются По определению Являются Адеопатические Траектории По определению Адеопатические Траектории Это решение Вот этих Уравнений Конечно, пока мы не знаем, что это за диапатические траектории, толку нам от этого мало Но на самом деле для них есть внутреннее описание А внутреннее описание такое для этих кремов Теорема Функционал кинетической энергии Задает на МД ремонову метрику То есть невыраженная положит определенную метрику Называем ее кинетической Или Т-метрикой Геодетически эти метрики Совпадают в точности С диапатическими траекториями Это внутреннее описание этих диапатических траекторий МД это симметрическая степень Это вот дно Дно этого оврага Тем самым на СД у нас есть некоторая метрика Которая задается кинетической энергии системы Кинетическая энергия нам Система задается в том числе и функционалом кинетической энергии Этот функционал определяет некоторую метрику на пространстве статических решений Это некоторая метрика на пространстве вот этих вот Вот то, что вы хотели В наборах точек МД МД можно От чего нас зависит От исходных данных От исходных данных У нас были исходные данные А, ФИ Да, которые являются решениями уравнений вот этих самых А, то есть мы стартуем с Динамических То есть каждое динамическое решение Подделяется кинетической энергии на МД Сейчас, сейчас, сейчас Нет, неправильно А метическая энергия это квадратичная форма на полу Кинетическая форма на полу Это кинетическая, это совершенно правильно Это квадратичная, некоторая квадратичная функция Это касательно пространства, вот этому МД Кинетическая энергия квадратичная Я же ее пришел Да Есть на пространстве всех А, ФИ Которые являются решениями На пространстве всех А, ФИ Которые являются решениями Существует некоторая метрика Римманова Которые Геотетические, которые являются вот этими А, геопатическими траекторами Вот утверждение Непонятно? Значит, пространство А, ФИ Это пространство всех А, ФИ Всех, всех возможных Которые являются решениями Которые являются решениями Статистическое уравнение Статистическое уравнение, да Потому что МД Да, МД А метрика строится по А, ФИ Да, с кем-то, по А, ФИ По А, ФИ Не понимаю Я могу ее написать просто Да, она тривиально выписывается Как кинетическая энергия выписывается У нас есть параметры Как написать римманову метрику На пространстве функции А, ФИ Стандартным образом она выписывается Я же ее писал Непонятно? Т, А, ФИ Правильно, это функция на парах А и ФИ Функция на парах А и ФИ Точнее, на касательном пространстве к нему У нас есть многообразие всех возможных А, ФИ На касательном пространстве к нему Есть функция, которая пишется здесь Ну, она будет А с точкой в квадрате Плюс там, ФИ с точкой в квадрате Стандартно Она ни от чего не зависит практически Выписывается А на касательном пространстве к нему Ну, естественно, она пошла в каждой точке А и ФИ В каждой точке своя будет, конечно И непонятно У нас есть многообразие Которое состоит из пар А и ФИ В каждой точке у нас есть касательное пространство На этом касательном пространстве есть квадратичная функция Которая, конечно, зависит от этих А и ФИ И в этой точке она, конечно, от них зависит Но это не есть пространство решения статических А это просто пространство... Пространство модуль Это пространство модуль Наоборот, это А и ФИ свободный решение Это не есть А и ФИ свободный, но статические Статические Не решение ничего, статические, лишь статические Пространство модуль и решение На пространстве модуль это некоторое многообразие Состоящая... Каждая точка это на самом деле Ну, в общем, спасибо за замечание, я это нехорошо сказал, тут надо писать квадратный скобочек, вот это правильно, квадратный скобочек, то есть это классно. Опять непонятно? Ага, хорошо. Тем самым, что мы получили? Мы получили внутреннее описание этих адиоматических траекторий. Сама эта идея, вообще идея с самого начала кажется абсолютно сумасшедшей. Как это описывать динамические решения, пользуясь только статическими решениями. Вот так, если априори поставить эту задачу, кажется, что это невозможно. Как можно описывать динамические решения, оставаясь в пределах статических решений? Вот сама эта идея, ее на физическом уровне высказал такой очень хороший математический физик Мендо. Это из компании вот этих, этих самых, где они в Кемпе, что ли, я забыл сейчас уже, да. Он высказал эту на таком эвристическом уровне, эту идею. И он же предложил следующий эвристический адиоматический принцип. Для любой геодезической, давайте я буду писать адиоматическую траекторию, я уже сказал, что это геодезическую. Адиоматическая траектория гамма-0 на МД существует последовательность динамических решений гаммы-экселон, которые сходятся в гамма-0 в адиоматическом пределе. Тем самым, адиоматические траектории... Так, что это за траектории вообще адиоматические? Вот давайте еще раз подумаем. Они состоят из точек на статических решениях. Поэтому они не могут быть решением динамических уравнений. Но в каждой маленькой окрестности есть динамическое решение. Тем самым, они приближенно описывают медленно движущиеся динамические решения. Следовательные адиоматические траектории описывают медленно движущиеся динамические решения. Вот и этот принцип, во-первых, был сформулирован строго. И дано доказательство этого принципа. Это доказал Роман Падбери в своей кандидатской диссертации. Это оказалось довольно тяжелой задачей вообще. Очень технически трудно сформулировать точные доказательства. На самом деле, эта идея адиоматического предела, это очень глубокая идея, которая, можно сказать, всю математику современную пронизывает. Есть множество самых разных. Например, теорема Громова, известная теорема Громова о компактности, она доказывает с помощью такого предела. То есть в пределе нельзя просто переходить в пределы, нужно перемасштабировать все время. Траекторию нужно перемасштабировать, и тогда предел будет. Если не перемасштабировать, то предел может и будет, но будет неинтересно. Как здесь. Если не перемасштабировать, и взять обычное время, каждое собственное время на каждый Гомберсен, то в пределе получим точку. А если мы будем перемасштабировать, то мы получим описание всех динамических решений, методных, по крайней мере. Вот это, на мой взгляд, очень глубокая идея. И на этом месте я бы хотел с динамической задачей покончить. Сколько у меня еще времени? Хорошо, давайте тогда я теперь воспользуюсь этим самым. Потому что дальше я хочу теперь рассказать про уравнение Заберга-Виттона. И эту часть я должен заранее извиниться перед слушателем, потому что мне придется использовать понятие спинорной геометрии. Вести их все я не смогу. Но я надеюсь, вы, так сказать, просто... Ну, воспринимаете это просто как набор определений. А потом... Давайте я это отодвину сейчас. Итак, мы рассмотрели случай 1. Мы рассмотрели случай 2 плюс 0. То есть 2 пространственные переменные и не одно временное. И потом рассмотрели случай 2 плюс 1. 2 пространственные и одно время. Сейчас мы рассмотрим случай 2 плюс 2. То есть, на самом деле, это 4-мерный случай. Но это будет не сразу понятно, почему 2 плюс 2. Сейчас мы рассмотрим адиоматический предел в адиоматическом уравнении Займерга-Виттона Эти уравнения очень играют большую роль в гладкой топологии, четырехмерной А на самом деле они являются некоторым предельным случаем суперсиметричной теории Янга-Минца И вот я немножко поговорю о них Давайте я напомню, очень коротко напомню определение И заранее извиняюсь, что не смогу объяснить все ингредиенты Итак, мы рассматриваем четырехмерное, компактное, ориентированное четыре многообразия Мы предполагаем, что это многообразие Римманова снабжено так называемой спин-С структурой Что такое спин-С структуры? Это означает, что если мы рассмотрим главное расслоение автодормированных базисов в касательном расслоении ДХ То это расслоение можно поднять до главного расслоения со слоем группы спин-С4 Вот я его обозначаю таким образом А группа спин-С4 это центральное расслоение обычной группы спин-4 С помощью группы У1 Такое расширение Итак, здесь у нас это было главное расслоение со слоем С4 А это главное расслоение со слоем спин-С4 Почему мы именно используем эту спин-С структуру? Потому что оказывается, что она существует на любом гладком четырехмерном многообразии В отличие от спин-С структуры И в этом ее силы Кроме того, мы будем предполагать, что у нас есть представление клиффордового расслоения Клиффордового расслоения этого многообразия нашего Х В каком-то спин-С структурном расслоении W Что такое W? Это расслоение ранга 4, комплексное эрмитовое расслоение, которое разложено на две компоненты ранга 2, которые называются положительными и отрицательными спинорами. И вот это представление называется Клиффордом умножения. Мы предполагаем, что у нас это тоже есть, это тоже входит в определение спинорного структура. Кроме того, мы будем считать, что на этом спинорном расслоении у нас есть специальная связность, спинорная связность на благо. На самом деле эта связность довольно простая, потому что она полностью характеризуется некоторой связностью А на характеристическом расслоении вот этой спинцерструктуры. А характеристическое расслоение делается так. У нас есть спинцерасслоение над Х, а спинорная группа, это видите, группа умножена на У1, поэтому у нас есть действие У1. И вот это главное расслоение, это как раз то расслоение, которое вот с группой У1. А это линейное расслоение, натянутое на это главное водяное расслоение. Вот самое главное. Теперь у нас будет функционал Зайберга Виттена. Вместо того, что я писал функционал Гинсбург-Ландау, теперь будет функционал Зайберга Виттена. Видите, перемены обозначаются теми же самыми буквами, но, конечно, они имеют немножко другой смысл. И формула почти та же самая. Видите, это модуль f в квадрате, это кривизна той самой связности на линейном расслоении, модуль f в квадрате. Этот член очень похожий, только здесь вместо ковариантной производности стоит ковариантная связность. А здесь вместо единицы, видите, стоит модуль f в квадрате 4, и здесь вместо единицы стоит s. s это скалярная кривизна. Вот так пишется уравнение функционал действия Зайберга Виттена на многообразии x. f в данном случае это расслоение, это сечение одного из этих двумерных подраслоений. Там были положительные и отрицательные спиноны. Вот это положительные спиноны. Я заметил, что в отличие от случая Гейнсбург-Ландау, вот эта штука, этот функционал может принимать отрицательные значения, если кривизна отрицательная. А уравнения для локальных минимумов этого функционала имеют вид очень похожий на то, что было раньше. Только теперь там стояло, помните, d с чертой, а φ стояло равно нулю в равнине кашерина. А теперь оно заменяется кавариантным уравнением дирака, порожденным вот этой спинонной связности на благо. Значит, первое это кавариантное уравнение дирака. Во втором уравнении вместо f1,2, помните, стояло, теперь здесь стоит автодуальная компонента связности f, а здесь это двумерный вектор был, поскольку это было сечение расстояния 1,2, мы взяли двумерный вектор и умножили его таким образом, чтобы получилась матрица. Не так, как хочется, а чтобы матрица получилась. Ну и вышли вот эту матрицу квадрате. Вот это уравнение для минимума. Еще нас особенно интересуют случаи, когда многообразие x симплетическое, то есть оно наделено симплетической формой омега, которая совместима с римонометрикой g. Тогда пара, состоящая из симплетической формы и римоновой метрики, задает почти комплексную структуру g, которая совместима с обеими этими структурами. И вот в том случае, когда в нашем многообразии имеет помимо метрики еще и вот эту почти комплексную структуру, или комплексную структуру, оказывается, у нас есть каноническая спинцеструктура. Вот я ее записал в таком виде, и каноническая спинорная связность. Каноническая спинорная структура в этом смысле очень простая. Положительные спиноры это просто суммы, это расслоение, просто обычное расслоение сечений, 0 форм и расслоение 0,2 форм, а отрицательное это расслоение 0,1 форм на этом многообразии, то есть в этом случае очень простая структура этой спинце-структуры. А каноническое расслоение, ассоциированное с этой спинце-структурой, это просто 0,2 форм на нашем многообразии, то есть это антиканоническое расслоение, тоже вполне привычный объект. Более того, из этой канонической структуры мы можем все остальные спинцесс-структуры на этом многообразии X получить следующим образом. Фиксируем какое-нибудь линейное расслоение Эрмитова E над X и наделяем его произвольной Эрмитовой связностью B. Тогда по этим двум объектам мы можем построить новое спинорное расслоение WE, которое есть просто тензор для произведения канонического линейного. А спинорная связность A, она есть тензор для произведения канонической связности на антиканоническом расслоении, которое всегда есть, и вот этой связности B. Таким образом мы можем построить различные спинцесс-структуры на нашем многообразии. Ну вот я другими словами написал здесь, вот видите, это что такое W плюс E, это вот 0 форма со значением в Е, это 0,2 форма со значением в Е. W минус это 0,1 форма со значением в Е, а характеристическое расслоение это 0,2 форма со значением уже в расстоянии в Е квадрате. И вот я нарисовал определение спинорной связности, то, что я говорил раньше. Оператор Дирак в этом случае тоже становится очень простым. А именно это просто оператор D с чертой B, то есть оператор, ковариантный оператор Кошелимана, дифференцирование, плюс сопряженный к нему, или 2 сопряженный к нему. Так что в этом случае он имеет очень простой вид. А функция φ, которая была сечением положительного расслоения, W, я только что его показывал, вот оно, W, это 0 форма плюс 0,2 форма. Это теперь пары, вот видите, 0 форма, это 0 форма на x со значением в Е, и φ2 это 0,2 форма со значением в x, Е. Теперь мы хотим устроить диабетический приезд. Что значит диабетический приезд в этом случае? Дело в том, что эти уравнения за аберговидные, в отличие, скажем, от уравнений Янга Милса, который я упоминал, они не являются конфорно-инвариантными. Они неинвариантны относительно изменения масштаба. Поэтому если мы хотим извлекать из них инварианты, такие, например, как инварианты за аберговидные, мы должны перейти к пределу бриллиантов бесконечности. Это и есть диабетический предел. Я опускаю подробности и напишу уже уравнения для таких уже диабетических траекторий. Значит, вместо φ0 и φ2 я беру нормированные формы α-лябда и β-лябда. Это уже нормировано, видите, я нормировал, изменил масштаб, ввел, так сказать, медленное время, медленные переменные. А уравнение имеет такой вид. Первое уравнение – это уравнение диабетика, видите, вот я оно только что выписывал. Второе уравнение – это уравнение на 0,2 компоненту кривизны. И третье уравнение – это компоненту кривизны, которая параллельна Келлера в форме оминга. Мы будем предполагать, что выполнены некоторые необходимые условия, типа положительности вихревого числа для больших нуля. Здесь тоже есть некоторые условия положительности, которые накладываются на e и на b. Я его не буду выписывать, оно имеет топологический характер. Если его наложить, то тогда эти уравнения имеют решение при любом достаточно большом лямбе. Так что все рассуждения законны в этом случае. Вот Таукс показал, что на самом деле решения получаемые имеют следующее поведение в альбоматическом пределе. Они ведут себя в следующем оптиму. Модуль α-лябда стремится к единице, опять та самая единица, если лямбда стремится к бесконечности. Всюду, кроме нулей, у α-лябда есть нули. Всюду, кроме нулей, оно стремится по бодру к единице. А β-лябда вообще стремится к нулю со всеми первыми производителями. Ну, потому что мы так выбрали, так сказать. Мы могли выбрать 8 образом, тогда α-лябда и β-лябда поменяли по местам. Обозначим множество нулей вот этого α-лябда через c-лябда. Это некоторая кривая такая в нашем пространстве х, а в нашем пространстве четырехмерная, если вы помните. Это некоторая кривая. Тогда оказывается, что в математическом пределе вот эти целябда сходятся в обобщенном смысле, в смысле обобщенной функции, к некоторому псевдогламортному дивизору. Что это такое псевдогламортный дивизор? Это такая цепь, составленная из севдогламортных кривых цкаты с кратностями мкаты. Вы вспоминаете вот этот самый дивизор, эффективные дивизоры. Вот это тоже самое, да. В этом же пределе исходные уравнения Зайберга-Виттена редуцируются к сильнейству вихревых уравнений, давайте я это нарисую сейчас, определенных в нормальных плоскостях кривых цкаты. Значит, что же получается? Давайте я это нарисую. Я уже практически закончил. Итак, в атеопатическом пределе мы получаем некоторую кривую цикаты, псевдогламортную, с какими-то возможностями кратностями. И нормальные плоскости к ней это просто комплексные плоскости, поскольку это была псевдогламортная кривая. Значит, у нас есть нормальные плоскости к ней. В нормальных плоскостях мы можем брать вихревые решения. Теперь это будут вихревые решения, зависящие от параметра Z на этой кривой цкаты. тем самым можно рассматривать вот этот случай, можно рассматривать вот эту цель суммы мкаты и цкаты, можно рассматривать как комплексный аналог атеопатический геодезический, допустим, на данном случае. Там были это просто кривые, состоящие из вихрей, а здесь это будут кривые, но зависящие от комплексного параметра Z. Z — это комплексный параметр, бегающий вдоль этих псевдогламортных кривой. Обратно, для того, чтобы восстановить решение уравнений Зайберга-Виттона из цепи вот этой суммы мкаты и цкаты, вот это семейство вихревых решений, которые в нормальных плоскостях, должно удовлетворять некоторому нелинейному до свертое уравнение, которое выписывается в явном виде, которое можно рассматривать как комплексный аналог уравнения Эйлера для диабетических геодезических с комплексным временем. Таким образом, я уже сейчас заканчиваю, я подвожу итог. Таким образом, если суммировать все, то получается, что же у нас было? Значит, в размерности 2 плюс 0 у нас были вихри, решения являлись вихрями. В размерности 2 плюс 1 у нас получалось уравнение Эйлера для диабетических, а вместо решений уравнение мы получаем геодезические. Вместо исходных динамических решений. А в размерности 2 плюс 2 мы получаем уравнение Эйлера, уравнение Зайберговитна редуцировать к нелинейному до свертое уравнению на расслоениях вихрин. А геодезические переходят в комплексные геодезические. То есть решение вот этого уравнения до свертое уравнение. Это комплексные геодезические. Вот такая картинка. На самом деле я хочу сказать, что есть еще 1 плюс 1 тоже есть. 1 плюс 1 тоже есть вихри. Я про них просто уже сейчас не имею времени говорить. И в размерностях больше 4 тоже есть вихри. Это вот теория Томаса и Дональдсона. Там тоже есть адиопатический предел и тоже получается очень красивая вещь. Так что оказывается, что вот этот адиопатический предел во многих уравнениях, может быть и во всех уравнениях или в прошлой теории поля, он везде приводит к очень интересным геометрическим соответствиям. И исходные уравнения, которые выглядят очень сложными, они редуцируются к чему-то геометрическому в этом адиопатическом пределе. Спасибо. Мы слышали много замечательных результатов. Вот ваше авторство в каких частях? Ну это теорема, которую я сформулировал. Это теорема лекарств. Она у меня впервые появилась. По крайней мере, я не знаю о других ссылках. Ну и потом сам вот этот факт, он никем не был отмечен, что во-первых, Таупс никогда не пользовался понятием адиопатического предела, и он никогда про это не говорил. Более того, то, что я здесь сказал, это, так сказать, программа Таупса, она еще до сих пор, так сказать, она не реализовывала. И очень много вопросов еще остается по ней. То есть это вот это, в отличие от результата по адиопатическому пределе, в принципе, который был Романом Польвериевым доказан, здесь доказательства, я считаю, по крайней мере, что нет. В данном случае я его не могу полностью произвести, я не понимаю. Ну вот, главное, кажется, что, по крайней мере, что я могу себе прописать, это вот именно трактовка вот этого предела, который бы получил Таупса, как комплексного адиопатического аналога уравнений Гинсбург-Ландам. Но я занимался, слава вам, Гинсбург-Ландам. Главное, в размер с 1 плюс 2, главное, чем я занимался, в размер с 1 плюс 2. Спасибо. И еще вопросы? Да, спасибо. Армен Глебович, скажите, пожалуйста, вот известно, что есть классические адиопатические инверианты по Анкаре, так называемые. Вот для системы с n-степенями свободы существует n-мерное конфигурационное пространство, 2n-мерное фазовое пространство, где кроме координат импульса фигурируют, и расширенное фазовое пространство, где 2n плюс 1-мерное, где фигурируют там координаты импульса и время. И вот в этом времени выделяются как раз трубки такие токов Планкаре, вдоль которых интегрируется форма П на ДКУ. Фактически вот одна форма, типа потенциала, типа вот этой вещи. То есть это от Планкаре идет и диалоги, и адиопатические инверианты, вот, например, это боровские траектории в атоме, где укладывается целое число там полуволн, в соответствующих там, если поиграть с физическими константами, выделить размерные величины, выделить длину волны там Дебройля и так далее. То есть вот идея идет от Планкаре, и вся фишка этой теории в том, чтобы подобрать такую величину, типа там вот эта одна форма ПДКУ, которая будет совместима с почти комплексной структурой, то есть давать, построить фактически симплектическое многообразие Х, в котором вот эта самая одна форма ПДКУ будет замкнутой. То есть Д от одна форма равняется нулю. Правильно? Мне так трудно сказать, я могу сказать, что есть в размерности 1 плюс 2, потому что в этой размерности мне трудно это... Это вообще полевые размерности, а вот есть механические аналоги чисто... Вот механический аналог здесь есть, это я могу сказать. Механический аналог очень красивый на самом деле здесь есть, я про него ничего не говорил. Вот если мы рассмотрим... Ведь мы рассматривали... Давайте я буду говорить про размерность 1 плюс 2. В размере с 1 плюс 2 мы рассматривали случай, лямбда равно единице, когда в вихре не взаимодействует друг с другом. И в пределе мы получили чистую кинематику. Мы получили просто уравнение Эйвера, чисто геодетическое. То есть это вот некоторые дополнительные условия на физические параметры, которые дают замыкания. Да, которые дают чистую кинематику. А вот если бы мы рассмотрели произвольные случаи, лямбда не равна единице, такое тоже сделали. То в пределе мы получили бы атеопатический гамильтонер. И гамильтоновое уравнение получили бы. Вот на эту пространственную темпу мы получили бы гамильтоновое уравнение, которое выглядит как обычное гамильтоновое уравнение. Там есть масса, есть это самое. И вот я думаю, то, что вы говорите, относится к этому случаю. Но тот случай, который я рассматривал, лямбда равна единице, тут чистый кинематик. Никаких сил нету, только чистое движение. А вот лямбда не равна единице, там будет то, что вы говорите. — Хочу в этой связи отрекламировать моего некоторого учителя. Когда я учился в аспиратуре, у меня была предпрактика, я преподавал теоретическую механику для студентов физического факультета МГУ. Есть хороший учебник, Игорь Иванович Ольховский, курс теоретической механики для физиков. Там диабетические инварианты Панкаре изложены с предельной четкостью. — Спасибо. — Конечно, физики использовали адиоматический предел уже испокон веку. Я уже не знаю, от кого он идет. Может быть, от Карно, я не знаю, от кого он идет. Видимо, в термодинамике впервые, видимо, был введен. — Может быть, небесные механики. — Может быть, небесные механики. — Да, но математики только недавно поняли, что на самом деле это удивительно эффективный инструмент в геометрии. Геометрии и в калибровочных теориях. Это очень эффективный инструмент. И он, на самом деле, встречается во многих разделах математики, только люди не знают о том, что это диабетический предел. — Здорово. Еще какие-нибудь вопросы есть? Нету? — Тогда давайте сейчас благодарим и чай в придоре всем. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.